И всем привет, друзья! Меня зовут Лайтер, и добро пожаловать во вселенную Роблокс! Сегодня, друзья, мы вместе с вами поиграем в Карнивал Тайкон. Это у нас, получается, некоторый такой симулятор ярмарки. Посмотрите, на какой прекрасной локации мы оказались. Сейчас вот такая вот ночь. Не совсем темно, но совсем скоро будет день. И давайте же я скорее веду вас в курс дела. Здесь у нас есть вот такой вот прекрасный банкомат, с которого мы можем снимать наличные деньги. Ну и вот такие вот кнопочки, наступив на которые, мы будем покупать различные улучшения. Итак, друзья, приступаем. У нас появляется вот такая вот огромная площадь. И потихонечку мы здесь начинаем все строить. Мы строим плоты какие-то, мы строим. Что это такое? О, смотрите-ка, интересно. Ни разу ни в одном тайконе я такого не видел. Мы здесь можем выбирать, что мы хотим построить. Давайте построим вот такое, например, футбольное поле. Нажимаем и смотрите, что у нас получается. Мы ставим ворота, мы ставим голдкипера, то бишь воротаря. Пенальти бокс, ага, табличка, пенальти спот и покупаем мячик. И у нас получилось вот такое вот футбольное поле. Прикольно, на самом деле. То есть это просто... Здесь есть возможность выбрать. У нас это не простой тайкон, а тайкон с возможностью выбора различных построек. Это, на самом деле, очень интересно, потому что я ни разу такого в тайконах не видел. И смотрите-ка, что это у нас? А, это у нас туалет. Понятно. И что он нам позволяет телепортироваться? Ничего себе, друзья. Здесь, видимо, просто огромнейшая будет локация. И мы сможем телепортироваться, ну, как я понял, от туалета к туалету. Что ж, очень забавно. Давайте снимем еще немного денег. И что мы можем построить? Какую-то площадь. Итак, растения, скамеечки, пальмы, еще одна скамеечка. Это у нас мусорная корзина будет. Также мы построим еще несколько скамеек. И вот такой вот небольшой декор у нас получился. Так, здесь мы сможем выбрать еще одну ярмарку. То есть магазинчик, который будет приносить нам доход. Итак, мы можем построить тир. Ой, нет, извините, это не тир. Это у нас боулинг, бургеры. И также мы можем построить борода. Что за борода? Да, давайте-ка попробуем это выбрать. Интересно, что это за такой вид развлечения? Да, тем более, который будет нам приносить доход. Сейчас мы это с вами узнаем. Смотрите, здесь какие-то бороды. А, я понял. Это, наверное, что-то типа барбершопа, где можно выбрать себе любую бороду. И, соответственно, сделать ее на себе. Прикольно, на самом деле, необычно. Потому что боулинг и это слишком как-то классический. А кто это такой прибежал? Друзья, посмотрите-ка. Мне кажется, это другой игрок. Но у нее нет ника. Почему-то у нее нет ника, непонятно. А, нет, наверное, это просто какие-то жители местные, которые приходят к нам на ярмарку. Интересно. Так, что это у нас такое? Тикет-шоп. А, отлично. Мы забыли построить тикет-шоп для того, чтобы можно было продавать билеты. И, друзья, посмотрите внимательно. У нас здесь есть вот такой вот магазинчик. И за определенное количество билетов мы можем покупать различные улучшения. Также здесь есть джир. Это у нас, получается, различные инструменты, эффекты. И также есть различная заливка. Я пока что не знаю, на что это все влияет. Как только мы с вами заработаем некоторое количество билетов, то сразу же, наверное, их используем. Так, давайте попробуем сыграть в игру. Так, здесь у меня должно быть пенальти. И вот таким образом мы забиваем мячик в ворота и зарабатываем один тикет. Соответственно, чем больше тикетов мы накопим, тем лучше. Что ж, друзья, как я уже говорил ранее, это не обычный тайкон. Здесь можно выбирать различные постройки, которые мы будем строить. И также можно играть в игры и накапливать определенные билеты. И за эти билеты покупать всякие прикольные штучки. Так, давайте выберем следующий магазин. Мы здесь можем выбрать, это что такое? Баскетбольные мячики. По-моему, это у нас, ну, что-то типа KFC. И также есть напитки. Давайте выберем напитки. Мне кажется, это будет интересно, потому что в нашем парке должны они быть. Потому что все-таки лето, жара, а летом, когда очень жарко, всегда хочется пить. Так, возьмем немного денег из кассы для того, чтобы построить эти напитки. И подходим вот сюда. И нажимая на вот эти вот кнопочки, потихонечку ставим наш ларек. Так, смотрите-ка, уже начинает преображаться. Интересно, появляются столы и стулья. Вау, интересно. Так, и за 420 долларов мы можем купить продавца. Продавца, который будет продавать эти самые напитки. Давайте я все-таки до конца дострою это заведение. Оно у нас полностью построилось. И оно открывается. Давайте поговорим с продавцом. Он нам предлагает купить напиток. Я его покупаю. И посмотрите, какой он огромный. Трубочку в рот. И пьем его потихонечку. Что ж, друзья. Я, кстати, на самом деле не пью ни колу, ни фанту, ни какие такие газированные напитки. Они просто мне не нравятся. Ну и плюс они очень-очень вредны для здоровья. Ну а в роблоксе попить вот такой вот напиток, это, конечно же, очень даже не грешно, скажем так. Так, ладно, друзья, давайте снимем еще немного денег в банкомате и попробуем построить что-нибудь еще. Кстати, а мы можем здесь бороду поменять? Вот давайте-ка, я пробовал, у меня ничего не получалось. Так, а как это? А, ничего себе, смотрите, я могу купить себе бороду и вот так вот наряженно ходить с бородой по всему парку. А ну-ка, а другую бороду можно? Да, смотрите, они меняются. Ё-моё, друзья, смотрите, мы можем купить себе бороду. Ну давайте, наверное, я возьму сейчас себе, ну, наверное, вот такую рыжую прикольную бороду. Это выглядит немного смешно, но где еще я могу так посмеяться, если не в роблоксе? Так, здесь мы с вами выбираем следующую постройку. Давайте смотреть. Мы можем открыть пиццерию, мы можем открыть магазин одежды и мы можем открыть магазин причесок. Ну, я думаю, что давайте откроем пиццерию, потому что все-таки напитки у нас уже есть. Потихонечку начинаем строительство. И, друзья, обратите внимание, здесь с каждой новой постройкой строительство становится все дороже и дороже. Но, тем не менее, мы успешно открываем пиццерию. Давайте купим небольшой кусочек и попробуем... Нифига себе небольшой, друзья, смотрите, какой он огромный. И попробуем его немного покушать. Друзья, это что-то с чем-то. Хотел бы я в реальной жизни такую огромную пиццу, но, к сожалению или к счастью, я пиццу ем тоже очень редко. Я стараюсь правильно питаться и вам советую. Ну, а пиццу можно как-нибудь по праздникам, почему бы и нет. Так, друзья, ставим какой-то генератор, который будет вырабатывать для нас электричество. Лампочки для того, чтобы было светло ночью. И покупаем дополнительные всякие улучшения. Так, сейчас я сгоняю опять в банкомат, возьму немного денег. И мы с вами продолжим улучшать и строить новые постройки. Так, 7000 я снял. Отлично. 7000 это нормальные деньги. И давайте посмотрим, что мы можем, какие бизнесы открыть дальше. Так, пробежим вот сюда. Мусорную корзину построим. Скамеечки. Давайте сначала полностью обустроим наш парк. Вот таким вот образом. А потом уже будем открывать какой-нибудь бизнес. Так, это все построено. Шикарно. И у нас здесь есть, что это такое. Давайте смотреть. Мы можем открыть фишн чипс. Чипсы из рыбы. Ничего себе, как необычно. Также мы можем открыть магазин очков. И также мы можем открыть какой-то развлекательный центр в виде игры. Ммм, интересно. Давайте-ка попробуем открыть этот развлекательный центр. Ух, потихонечку начинаем его строить. И мне интересно, смогу ли я в этом развлекательном центре играть. Или же это просто какая-то декорация. Так, покупаем, покупаем. А, нет, 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 нет. Мне не хватает денег. Надо срочно бежать в банкомат. И, друзья, обратите внимание. В нашем парке уже появляются люди. Вау, интересно. Ага. Блин, классно, когда есть посетители. Когда ты все это стараешься, стараешься, строишь. И в твой парк приходят различные посетители. Да, это очень круто. Так, я взял сейчас деньги с банкомата. И мне немножко осталось для того, чтобы это все дело достроить. И посмотрим, что же у нас здесь будет за мини-игра. Покупаем тикет-шоп. Он у нас открывается. И мы можем здесь уже играть. Так, тикет-шоп стоит. Ага. И давайте попробуем поиграть. А что нужно, собственно, делать? Давайте подумаем. А, я понял. Смотрите, нужно как можно сильнее кинуть. А, нет, не как можно сильнее. Нужно именно рассчитать силу броска и закинуть колечко прямо на вон те вот штыри. Так, но у меня пока что не получается. Смотрите, я три раза уже бросил. Давайте, может быть, поменьше мощность надо взять. Вот так вот, например. И... нет, не попал, друзья. А это, я вам скажу, как-то сложновато даже. Слушайте, я прицеливаюсь и у меня не получается. Я уже много раз кинул. Смотрите-ка, все мимо. Давайте попробуем еще раз. Блин, друзья, ну это на самом деле очень интересно. И я думаю, что в какой-то степени эта мини-игра является проверкой на прочность для нас. Так, ну-ка. Блин, нет, немного не докинул. Так, ну давайте попробуем еще пару раз. Если не получится, то ничего страшного, друзья, получилось. И смотрите, за то, что мы попали, нам дали четыре тикета. Это интересно. Так, еще раз попал. Вау, интересно. Блин, друзья, классно. Давайте еще разочек закинем. Третий коронный, так сказать. И, конечно же, теперь выйдем с этого тикет-шопа для того, чтобы строить следующие развлекухи. Так, опять я сейчас бегу за деньгами с банкоматом для того, чтобы просто по несколько раз не бегать. И сразу построить ту постройку, которую мы с вами решим. Так, следующая постройка у нас строится вот здесь. И давайте посмотрим, что же это будет. Выбираем ларек. И этот ларек у нас, значит, получается, смотрите. Груви Хоббс. Это у нас как раз-таки баскетбольные кольца. У нас есть вот такой вот прицельный, ну, что-то типа тира. И также у нас есть... О, давайте вот это. Смотрите, я знаю, что это такое. Это очень такая прикольная игра. Сейчас я построю и скажу, что тут нужно делать. Я видел точно такие же игры в реальной жизни. Я думаю, вы тоже видели. Особенно, если вы были где-то на отдыхе, на каких-то курортах. То вы должны понимать, что сейчас будет происходить. Ставим тикет-шоп. И смотрите, это такая игра, которая позволяет нам выбивать бутылки. И чем больше бутылок мы выбьем, тем, конечно, лучше. Смотрите-ка, я попал по одной бутылке, и мне дали 10 тикетов. Самая главная задача попасть. Но тут нужно рассчитывать точно так же силу нашего броска. И видите, я пока что не могу попасть. Ну-ка, давайте попробуем прицелиться. И теперь сейчас попробуем бросить. Ну-ка, о-ле-опа. И попал, смотрите. За самую верхнюю бутылочку нам дали целых 13 тикетов. Ну-ка, давайте еще разок. Ммм, отлично. 18 тикетов. Короче, вот таким вот веселым образом нам нужно разбивать бутылки, которые стоят вот там вот на полочках. Блин, на самом деле очень прикольно и очень необычно, что такое есть в Роблоксе. Вау, сразу две бутылки выбил. Ё-моё, друзья, вы видели? Это было что-то нереальное. О-о-о, слушайте, да я разошелся, друзья. Ну-ка, еще разочек. Вау. Круто, классно. У нас уже есть целых 100 тикетов. И давайте попробуем воспользоваться тикет-шопом для того, чтобы что-нибудь купить. Давайте купим, ну я даже не знаю. А, 170 это стоит. Давайте зонтик попробуем купить. Тратим на зонтик. И у нас есть вот такой вот классный предмет, который может спасти нас от дождя. Но в данном случае он, конечно, скорее всего, больше как какой-то аксессуар. Так, друзья, не забываем продолжать строить наш парк развлечений. Так, тут у нас, конечно, цены уже поприличнее. И также нам нельзя забывать его обустраивать. Оставить вот такие вот скамеечки и пальмы для того, чтобы нашим посетителям было здесь комфортно. Так, здесь у меня уже требует игра 10 тысяч долларов. У меня, в принципе, они есть. Но они у меня лежат в банкомате. Поэтому давайте сгоняем сейчас в банкомат. Возьмем эти баксы и потратим на улучшение нашего парка. Так, кстати, сколько, интересно, тут накопилось? Вау, 18 тысяч, ё-моё. Это, кстати, очень прилично. Эта сумма накопилась за то время, пока мы играли вон в ту игру. Интересно, интересно. Так, а что у нас в правой части парка? Давайте посмотрим. Там тоже есть какие-то улучшения. Это у нас что такое? Вау, колесо обозрения, ё-моё. Любопытно, любопытно. Давайте-ка его достроим. Мне просто хочется это сделать для того, чтобы наши посетители могли на нём кататься. Правильно? Это же колесо обозрения. Да. Только выглядит она, конечно, как-то, знаете, ну не очень, что ли. Я не знаю, она будет крутиться или нет. Сейчас узнаем. Смотрите, потихонечку покупаем вот эти вагонеточки. И мы можем купить, смотрите, табличку. Покупаем табличку, и наше колесо обозрения функционирует. Но, друзья, к сожалению, в этой игре оно не крутится. Ну ладно, ничего страшного. Главное, что мы его построили. И давайте продолжим улучшать. Улучшать наш парк. Так, смотрите, сколько здесь всего. Ё-моё, я просто лопаю эти кружочки. И наш парк строится. Здесь у нас также есть вот такой вот ревелатор, который позволит нам быстро передвигаться между локациями. И я чувствую, что этот парк развлечений у нас будет просто огромный. Так, друзья, 10 тысяч долларов у меня есть. Давайте пробежим вот сюда, как я и хотел. И мы вместе с вами купим следующее улучшение. Вуаля! Мы покупаем следующее улучшение. У нас здесь появляется банкомат. У нас здесь появляются все удобства. И мы с вами продолжаем строить этот парк. Итак, интересно, что же я смогу построить дальше. Итак, на выбор у нас есть продажа штанов. Потом какая-то магическая штука. Вау! И также есть вот такие вот продажи крыльев. Но, кстати, я бы, наверное, выбрал крылья. Но я выберу именно вот этот. Какой-то волшебный магазин. Потому что у него легендарное качество. Выбираем. И давайте строить потихонечку. Так, это за 1000. Это за 2. Это за 1900. И что же у нас тут будет? Так, я пока что совсем не понимаю, что это такое. Но мы сейчас с вами это обязательно выясним. Доска очков здесь есть. То есть здесь будут записываться наши очки. А как играть в эту игру? Ну, знаете, я уже примерно догадался. Скорее всего, здесь будет вылазить какой-нибудь крот. И нам надо будет по этому кроту стучать дубинкой. Да, смотрите, я угадал. Вот у нас крот. А как по нему стучать, интересно? Подождите-ка, давайте попробуем сыграть. Поставить надо тикет-шоп. А на тикет-шоп мне нужны деньги. Ну, сейчас я поставлю. И мы с вами посмотрим, как играть в эту игру. Ведь молот такой огромный. И сможет ли наш персонаж вообще его поднять? Тикет-шоп установлен. И, господи, да я ничего не вижу. Серьезно. Смотрите, вот таким образом нужно бить по кроту. Ну-ка. Так, блин, не попал. Господи, так. О, попал, попал. Смотрите-ка, друзья. Мне дали целых 100 тикетов. Серьезно? Так много? За этого крота так много дают? Откуда у меня 100 тикетов? Где я? Где он? А ну-ка стоять. Ах ты, гаденыш. Блин, ё-моё. Смотрите-ка, какое классное развлечение. Разработчики просто молодцы, что смогли добавить такую функцию в Роблокс. Это реально очень необычно, что здесь разные аттракционы. Можно играть. Я думаю, что можно играть даже с друзьями. Прикалываться вот так вот и развлекаться. Так, ну давайте еще одного крота хотя бы ударим. Ага, все. И больше не будем. Накопили некоторое количество тикетов. И давайте с вами купим кое-что интересное. А именно, Итемс Лаунчер. Что это такое? Давайте смотреть. Какой-то пистолет, который, я так понимаю, может стрелять. И чем это он стреляет? Я что-то не понял. Это что, пачка сигарет? Непонятно. Нет-нет-нет-нет. Это, скорее всего, пачка жвачки и какой-то Роблокс. И смотрите, мы можем стрелять этой жвачкой по всему парку. Но, наверное, мы этого делать не будем. Потому что уборщики будут недовольны, что мы тут мусорим. Поэтому давайте-ка спрячем пистолет. Самое главное, что мы поняли, как он работает. Ух, друзья, ну реально. Это, на самом деле, один из самых крутых тайконов, пока что, из которых я играл. Но мне здесь, кажется, плохо поработали над анимациями. То есть можно было сделать вот это вот кольцо обозрения, чтобы оно крутилось. И графику сделать чуть-чуть получше. Хотя, в целом, знаете, это если не придираться, то тут все просто отлично. Так, продолжаем строить наш парк. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Денег у меня, слава богу, достаточно. И давайте выберем следующий магазин. Space Bottle Topple. Также есть тир, где нужно стрелять из лука. И также есть бургерная. Ну, смотрите, вот эта вот бутылочная у нас уже есть. А давайте построим вторую. А почему бы и нет? Это очень классное развлечение. Я думаю, что и людям понравится, которые посещают наш парк. Покупаем бутылочки. Ага, не хватило ни много денег, не беда. И также, я так понял, этот развлекательный центр, если можно так назвать, будет давать нам дополнительный доход. Так, берем деньги из банкомата. И скорее же нам нужно достроить это замечательное строение. Так, а сколько мне всего здесь денег нужно? Смотрите, 3000, 4000 и 4000 на открытие. Все, здорово, мы построили. И эта штука у нас полностью функционирует. Так, друзья, давайте смотреть дальше. Что мы можем открыть еще? Так, купим скамеечку. И откроем еще один магазинчик. Магазин галстуков. Какую-то рыбу можно здесь продавать, что ли. И также магазин фруктов. Нет, 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 друзья, я беру магазин фруктов. Серьезно, это просто мастхев. Вот когда лето, жара, здесь вот такая вот красивая, ну, можно сказать, природа, да. Конечно, нужно брать фрукты. Серьезно, фрукты, это очень вкусно, это очень полезно. И самое интересное, что в этот парк люди приходят с детьми. И детей покормить фруктами, как бы, почему бы и нет. Очень даже полезное занятие. Ну, и, конечно же, это очень-очень вкусно. Так, мы уже полностью практически построили здесь все, но не хватило немножечко нам баксов. Давайте баксы снимем с банкомата. Самое крутое, что эти баксы у нас достаточно быстро тикают. То есть мне не приходится по полчаса ждать, чтобы что-то построить. А это, конечно же, просто замечательно. Так, строим кассира, точнее ставим. И все, и наша фруктовая лавочка открывается. И мы можем купить какой-нибудь фрукт. И что это у нас? О, например, это у нас апельсин. И мы можем спокойненько его съесть. Круто, круто на самом деле. Что-то полезное мы точно сделаем в этом парке, определенно. Так, друзья, дальше мы снимаем деньги в банкомате и идем строить следующее сооружение. И давайте посмотрим, что же за следующая постройка нас с вами ждет. Это у нас на выбор либо бургерная, либо какой-то магазин туфель. Или же магазин одежды. Давайте откроем бургерную. Я знаю, что бургеры не очень полезны. Но есть люди, которые прям очень их любят. Ну, а уж тем более, если вы едите бургеры очень редко, то почему бы не поесть его в парке? Я думаю, что вреда от этого никакого не будет. Но, конечно, есть те люди, которые каждый день едят бургеры. То это, конечно, очень плохо, потому что это очень плохо портит фигуру. Так, ну я думаю, что это и все и так прекрасно знают. Смотрите-ка, на бургерную мне нужно гораздо больше денег. А почему? Ё-моё, почему бургерная такая дорогая? Вроде бы ничего особенного в ней нет. Хм. Ну ладно, ничего страшного. Берем деньги из банкомата и несем их в бургерную. Потихонечку, потихонечку мы ее с вами построим. И интересно, смогу ли я купить там бургер? Ну думаю, конечно, смогу, почему нет? Так, строим вот это. И мне нужно сейчас еще 5000 на вот это улучшение, на сидение. И также со столами. Со столами, конечно, обязательно, без столов никуда. И мы с вами откроем бургерную. Давайте опять сгоняем до банкомата. Я там вижу, у нас уже появилось около 20 тысяч долларов. Ага, этого мне точно хватит. И бургерная сейчас у нас будет открыта. Ой, друзья, мы забыли здесь поставить что-то. Телепортер? А, туалет. Туалет, а не телепортер. Почему так назвали? Я же вижу, что это туалет. Ну, конечно, он является телепортером. Так, друзья, бургерная, бургерная, бургерная нас ждать не будет. Давайте скорее ее открывать. Опа-на, ставим кассира и можем купить бургер. Давайте покупаем бургер и как он выглядит. Давайте посмотрим. Он такой же огромный, как и кусочек пиццы, который я получил ранее. Что ж, давайте его поедим. Почему бы и нет? Мы немножко проголодались и можем продолжать дальше. Так, ставим всякие фонарики, ставим мусорную корзину. Все правильно. И за 16 тысяч мы открываем с вами новый ларек. Магазин очков, магазин каких-то туфелек или же попкорн. О, попкорн, друзья. Не, я точно его убираю, попкорн. Потому что я очень люблю попкорн. Это очень классный продукт, особенно если вы сидите в кино. Он, ну, попкорн это кукуруза, все прекрасно знают. А именно, раскрывшиеся ее зерна. Так, друзья, берем денежки из банкомата. И мы с вами сейчас сможем построить лавочку по продаже попкорна. Кстати, интересно, какой попкорн любите вы, сладкий или соленый? Я понимаю, что сейчас есть в мире дополнительные вкусы. Там же бывают шоколадные, бывают сладко-соленые, бывают сырные. Каких попкорнов только нет. Даже фруктовый есть. Но если выбирать между сладким и соленым, друзья, напишите в комментарии, какой попкорн вам больше нравится. Посмотрим, сколько нас. Кто любит сладкий, а кто любит соленый? Я, если честно, люблю сладкий. Соленый, ну уж очень соленый. Так, друзья, и мы тем временем практически достроили этот попкорн. Так, попкорн-лавочку. И посмотрите, какой он такой хрустящий. Так, давайте посмотрим, купим. И смотрите, какая огромная корзина с попкорном. Это очень замечательно. Но я, конечно, столько много не съем, поэтому уберу пока что в кармашек. Так, тем временем я сейчас опять сгоняю в банкомат. Блин, на самом деле немного утомляет уже бегать к банкомату, потому что расстояние уже достаточно большое. Надо срочно открывать следующую локацию для того, чтобы новый банкомат у нас появился там. Тем временем мы построим, наверное, здесь еще один магазинчик. Давайте посмотрим, что это у нас будет. Магазин по продаже штанов, курочка или же рюкзаки. О, рюкзаки, друзья, давайте купим рюкзаки. Потому что, знаете, почему я решил строить рюкзаки? Потому что, когда туристы приходят в парк, и они хотят запомнить это приключение надолго, и они могут купить рюкзак, как, знаете, какой-нибудь подарок или как какая-то памятная вещь, которую они купили именно в парке. И рюкзак это все-таки такая вещь, которую ты постоянно будешь носить с собой. Это тебе не попкорн и не бургер, который съел и забыл. Поэтому мы, конечно же, строим магазин с рюкзаками. Так, тем временем покупаем кучу улучшений. Друзья, мне немного не хватило денежек. Ну, ничего страшного. Я думаю, что последний раз я сейчас бегаю в банкомат и куплю, точнее, полностью построю весь магазин с рюкзаками. Так, 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 давайте-ка. Ага, забираем деньги. И мне интересно, какие рюкзаки там сейчас будут продаваться. Мне очень любопытно, потому что я хочу вам показать, какой рюкзак мне больше понравится. Ну, а вы скажете, понравится ли он вам. Так, потихонечку это все дело строим, строим, строим. Блин, чуть-чуть не хватило денег, е-мое. Так, 14 тысяч и 10. Получается 24 тысячи долларов мне еще не хватает. И еще на кассиры, я думаю, где-то 10 тысяч понадобится. То есть, короче, 40 тысяч долларов должно быть в банкомате для того, чтобы мы полностью построили магазин с рюкзаками. Итак, друзья, смотрите, 30 тысяч долларов у нас есть. Кстати, нам кто-то еще денег подкинул в карман. Смотрите-ка, я сейчас посмотрел на свои карманы, и у меня деньги прибавились с каких-то чаевых. То есть, посетители дополнительно оставляют нам чаевые. Это, конечно, очень круто. И давайте на эти деньги достроим, наконец-таки, магазин по продаже рюкзаков. И какой же рюкзак мне здесь нравится? Смотрите-ка, друзья. Сразу скажу, мне нравится вот такой вот черный. Мне вообще нравятся черные цвета. Это такие, знаете, уникальные цвета. И смотрятся с любой одеждой, с любым человеком. И этот рюкзак, кстати говоря, выглядит очень-очень модно. Не знаю, нравится ли он вам или нет. Напишите, какой из этих рюкзаков нравится вам. Давайте также посмотрим, сколько вас. Мне тоже очень любопытно, кто какой рюкзак выберет. Желтенький, розовый, синий, светло-желтый. Может быть, вот такой вот, смотрите, с какими-то мишками. А может быть, кто-то возьмет точно такой же черный, как и я. Здесь у нас есть кассир. И давайте купим какой-нибудь рюкзак. Вот такой есть? Вау, ничего себе. А есть черный, блин. Я хочу черный, друзья. Блин, а что-то черный мне не выпадает. Я пытаюсь купить рюкзак, а мне не выпадает черный. Здесь, видимо, можно купить только три вида рюкзака. Ну что ж, я возьму вот такой вот модный, наверное, рюкзак. Пускай он будет со мной. И в этот рюкзак я могу что-нибудь интересное положить. Например, игрушки, которые я здесь выиграю в этом парке. И игрушки тоже заберу с собой. А так, друзья, тем временем у нас в банкомате накопилось 70 тысяч долларов. Давайте их снимем. И дойдем вот сюда для того, чтобы купить новую локацию. И уже на новой локации у нас будет что-то интересное. Что же это будет такое? Давайте подбежим вот на эту зеленую кнопочку. И скорее же на нее нажмем. 145 тысяч! Чего? Серьезно? 145 тысяч нужно накопить, чтобы открыть новую локацию? Ё-моё, друзья. Это как бы, ну, я бы сказал, прилично. Но, с другой стороны, у нас 90 тысяч практически уже есть. Поэтому, поэтому я думаю, что сейчас один раз сбегать до банкомата. И мы с вами открываем новую локацию. Я думаю, что когда я полностью построю этот парк, друзья, я буду собирать билеты. И покупать в тикет-шопе различные всякие приколюхи. Кстати, давайте-ка еще раз посмотрим, что у нас там продается. Можно купить часы, геймбой, вау, можно даже летательного дрона купить, офигеть. Ну, и там с лаунчер у нас уже есть. Можно купить мешок с деньгами, какой-то фруктовый пирог, вау, интересно. Так, а что это за эффекты? А, я понял. Это эффекты, которые будут бежать, следовать за нами, когда мы куда-нибудь бежим. Что ж, ладно, попозже я к этому вернусь обязательно. А тем временем давайте снимем деньги с банкомата. 150 тысяч у меня есть. И мы вместе с вами сейчас откроем новую локацию. Мне интересно, что будет на новой локации. Скорее всего, будет все то же самое, что и здесь, возможно, а возможно нет. Давайте, конечно же, узнаем, потому что 145 тысяч, которые от нас требуют, это достаточно приличные деньги. И я хочу знать, что мы за это получим. Вау, у нас открывается пляж, друзья. Вот там вот находится пляж, и это очень-очень круто. В общем, друзья, я просто на эмоциях. Я не знаю, что еще вам показать здесь. Но я сейчас буду дальше играть в этот тайкон. А я тем временем показал вам достаточно прикольный тайкон. И если вы с этим согласны, то подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Поставьте лайк на этот ролик, так я буду понимать, что мои ролики вам нравятся. И буду делать их гораздо чаще. Ну и самое важное, друзья, послушайте внимательно. Огромная просьба, пожалуйста, нажмите колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видеоролики. А на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. Меня звали Лайтер. И пока.